Завершены работы по устройству кровли, кровельных покрытий, стяжек, покраска стен, вы сами видите, что она идет полным ходом, штукатурка стен, укладка плитки, облицовка плиткой, лестничных маршей. Также у нас проведена работа по устройству подпорной стены спортивного ядра, проходят работы по выносу сетей кабельных линий, завершены работы по выносу сетей, которые были заключены договора в предыдущем году. Все эти слова о новой школе в микрорайоне Солнечный, ход строительства которой проверил депутат Московской областной думы Николай Черкасов. Он регулярно бывает на объекте для осуществления депутатского контроля. В прошлый раз, когда мы встречались на объекте, выясняли ситуацию, договорились, что именно в это время мы вновь встретимся, определили тот объем работ, который подрядчик должен был исполнить. И сегодня мы своеобразно проконтролировали выполнение этих обещаний, видим, что подрядчик свое слово держит. К первому апреля планируется завозить учебное оборудование. К первому июня завершить все строительные работы. Готовность объекта сейчас более 80%. При осмотре уже ведется обсуждение выбранной цветовой гаммы оформления стен в классах. В целом, по срокам строительства ведется в соответствии с графиком. Проверяющие предложили подрядчику на финишном этапе увеличить количество рабочих, которые будут задействованы в строительных работах. Сегодня работает здесь 72 человека. Чтобы реально с гарантией выйти в те сроки, которые мы обозначили 1 июня, то есть в момент начала получения сертификата на образовательную деятельность, лицензирование этой школы, необходимо увеличить численность где-то не менее 100 человек. Школа в микрорайоне Солнечный – один из важнейших социальных объектов в Щелкове. В ней будут учиться 1100 ребят. Вот в строй этого учебного заведения улучшит ситуацию с устранением второй смены. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.